Всем привет, я уже вышел в отпуск, решили покопить скумбрию и сделать домашней шпротой. Посмотрим, что у нас с этого получится. Мы уже замариновались в скумбрию, как всегда, что там, сухой тимьян и розмарин, итальянские травы, соль. Все, сейчас будем идти и ставить. Не, я сейчас ее сделаю этими. А, хорошо, давай. Все, у нас началась зима. Сегодня 19 октября, со вчерашнего дня очень холодно. Вот сейчас всего, еще семи нет, а уже совсем темень. Ночью было 6 градусов. 6 градусов, да, было? Нам это не мешает. У нас фонарь. Сейчас будем коптить. Все в фаер-шоу. Талян. Вот так вот Сева перемотал, чтобы имела красивую форму. Правда, печевки не было, пришлось сделать нитки. Закроем и посмотрим, сколько градусов, да? Нет, мы тут смотрим, когда оно наберет градус. Ну, понятно, да. Как всегда, в фольге, как она называется? Щипа. Щипа намокшая. Вот, мы ее, как всегда, размочили, чтобы она не горела. Все, будем ждать. Зайдем, уберем его. Сколько градусов? Ну, даже 90, нет. Давай, открывай. Ой, смотри, шкурка. Ног полопалась. А ты перетянулся, наверное. Да нет. В 94 градусах подходит. А покажи, с комбрией, что там? Да ничего, что с ней еще? А, пока чуть цвет поменял. Ну, чуть-чуть, видишь, начал этот в жирок потапливаться. В 94 градусах. Вот какая у нас кумрика получилась. Болотого цвета. Можно еще, конечно, держать. Это считается холодной или горячей? Горячей. 95 градусов, да, было? А холодно, это до 30. Полтора часа где-то она стояла. Но, в принципе, можно и больше, если еще более золотистый цвет. С этой стороны вообще такой золотистый цвет. То, что снизу был. Остальные две штучки мы вот так вот в пленку обвернули плотно и положили остывать. Конечно, есть надо хорошо остывшую уже. Надо намного вкуснее. Я взял килограмм салаки, уже почистил. Оторвал голову и вынул кишки. И поставил кипятиться 2 литра воды. Ты что, добавлял сюда? Ну, вот она закипела. Я кинул 2 ложки соли. Укопчик. Укопчик. Вообще, лучше, конечно, горошком перцем. У нас почему-то его предательски не оказалось. Впрочем, как и лаврового листа. Ну и все. Он закипит, мы его выключим, остудим, зальем шпроты и они сейчас должны будут постоять. Сколько остудим? Ну, чтобы он теплый был. Не горячий был, уж в протяж свалится. Ясно. Постыло уже? Ну, вон я руку держу. Ну, давай. В идеале, конечно, надо, чтобы это все туда не попало. А, не знаю, я думаю, наоборот. А зачем? Ты будешь кушать, тебе будет перец попадаться. Ну, да. Ну, все, хватит, хватит. Все уже залилось. Да они уже покрылись, хватит. Все, на сколько теперь? На час. На час, да? Хорошо. Но не на холоде, а в тепле, я думаю. Настало время наших шпрот. Сейчас они постояли в рассоле. Рассол мы слили, выложили. Они просохли. Да, просохли они. В скумбре где-то полтора часа, да, готовилось? Ну, температура, потому что... Больше градусов стало? Да нет, больше не было. О, какие, смотри. Зеленеет спик. Зеленеет, да. Ну, теней чуть-чуть, что больше. Ну, еще не зеленеет. Нет, так что больше? Я же хочу цвет уловить. Ну, еще, конечно, не видно. Ну, так себе. Ага, здесь... А что-то у тебя градусы упали. Градусы не хватит вообще. А я креветки не видел. Ты когда? Да как в чем проблема-то, е-мое? 38. Что-то у тебя. Ну, еще стоять и стоять, да? Ну, они готовы. Нет, а готовые, понятно, они были готовы еще после маринада. Ну, чтоб цвет был. Не, видишь, щипы сухой не сыпала, хочу, чтобы она хорошо выкоптилась. Не мочил, но она не мохнет. Ой, не горит. А, видишь, тлеет, видишь, сколько дыма. Да, да нормально. Он еле теплый. Видишь, сколько дыма? И какие они уже золотые. И они начали, это, подскукоживаться, да. Ну, тихо еще стоят. О, по-моему, все. Ну, попробуем. Ну, попробуй. Да. Ты попробуй? Офигенно, пскидус. Ну, как? Прикольно. Они копченые, чувствуешь, что они копченые? И косточки вообще мягкими стали. Сколько они? Тоже час стоят. Больше, часа полтора. Так. Две баночки. Что, будем раскладывать? Ага. Ой, здесь плохо открывается. Давай вот что-то. Так, одна баночка у нас получилась. Что это, масло? Убивай, как-то там, внутри. Это краевка. А, прям, полную банку? Ну, да. Поэтому я же хотел, как можно больше рыбы положить. Чтоб меньше масла. Да не, хватит. Мы лучше поболтали. Ты не полностью займу. Ну, как настоящий уже, проверим. И сколько они должны настаиваться? Все, все, все. Ну, все, чтоб они остыли. Ну, остыли, настоялись. Ну, в общем, игрушка. Вторую банку оливкового взольем. Посмотри, какая красота. Ну, на вид очень красиво, как настоящие реческие шпроты. Скажи, что, как вот эти дорогие банки, которые стеклянные. Тоже полностью? Не, не полностью, чтоб шпроты закрыли. Какая-то оливковая. Не знаю, в интернете написано, что все, типа, заливают оливковым. Да. Ну, что посолнечное, наверное, очень жирно. Сейчас же не хватило. И цвет другой, видишь, какой сразу золотой какой-то. Давай. Не пачкай маслом банку. Ну, красивые тоже. Угу. Ну, и все. Мне кажется, можно стерилизовать банки. Угу. И закатывать, и нажать в это. Ну, как закатку. Ничего им не будет. Ну, все, до завтра, до утра посмотрим. Пахнет, как шпроты. А, ну, мое понюхай. Это тоже. Да? Да, я понюхаю. Угу, ну, реально, Азана вчера не так пахла в тарелочке. Подтвердили они? Ммм, да вроде да. Ну, как? Ммм, это тупо шпроты. Да? Угу. Косточки, правда, плотнее стали в масле. Опять. Ммм, нормально. Ну, вкусно. Ну, кстати, горечь ушла от копчения. Угу. Вкуснее. В оливковом, да, я попробую, но я не ем оливковое масло. Ну, и, конечно, как и в шпротах, хоть и залили полную банку масла, но оно не чувствуется, потому что оно как бы масло стекает. Подожди, Наталья, я жаю, как в шпротах. Вот оно стекло, потому что не едите вместе с маслом. Вкуснее. Вот оно по-другому. Угу, сторож. Это его надзирательный пункт. Что там происходит? Что там происходит? Да, в оливковом масле, хоть я его не ем, но оно не по-другому. Ну, нет, оно не по-другому. Может, менее жирно. Но оно как-то вкуснее. Короче, да, в оливковом масле. Правда, где набраться этого оливкового? Почему к матору покупать эту? Сбрызгивать, значит, только надо. Не полностью масло окунать. Вкусно. Короче, будем делать. Все через неделю, значит, 3 килограмма коптим. Угу. Угу.